сегодня мы с вами поговорим о мозге и о разных аспектах связанных с мозгом я постарался из разных областей из разных разделов науки собрать собрать то что мне показалось интересного мозги давайте с вами для начала вспомним что такое вообще мозг мозг это орган располагающийся где в голове да находящийся в черепе вес мозга приблизительно на вскидку давайте чё 200 чат кило триста пятьдесят ну на самом деле есть раз есть разные данные но обычно говорят под где-то полтора килограмма ну особо чувствительны натуры которых хотят подчеркнуть свое доминирование над кем-то говорят что вот а мужчин больше там говорят полтора килограмма а у женщин меньше говорят 1300 1400 вот мозг состоит из шести отделов все наверное помню где-то из школьного курса потому что мозг состоит из продолговатого мозга из моста мозжечка среднего мозга промежуточного мозга и больших полушарий ну вообще о больших полушариях обычно говорят с каким-то восхищением же правильно они они такие большие они отвечают за наше с вами сознание но на самом деле не менее важно возможно даже более важным отделом является ствол то есть все ниже лежащие отделы потому что если повредить повредить ствол мозга если вдруг там произойдет инсульт или произойдет травма то с вероятность 99 и 9 десятых процента это будет летально потому что как раз в стволе находятся отделы которые отвечают за жизнеобеспечение они контролируют сердцебиение они контролируют автономность дыхания а в отличие от ствола мозга большие полушария довольно терпимых травм но есть такой классический пример филеса гейджи жившего в 19 веке он работал прокладчиком нам путей и они прокладывали с коллегами железнодорожных пути и они в горные породы устанавливали там порох динамит и он утрамбовывая порох привел к тому что этот порох затонировал и металлические металлическая палка пробила ему череп прошла через глазницу и повредила оба полушария казалось бы такая тяжелая травма но он довольно был буквально восстановился так были конечно неврологические нарушения но тем не менее он выжил и потом долгие годы путешествовал со своей так сказать со своим орудием которое нанесло ему травму и прожил довольно не сказать там счастливую жизнь но по не мере выжил возможно вы помните из разных хрестоматии из учебников студенческих или даже школьных иногда упоминают о том что в больших полушариях есть области небольшие которые называются поля эти поля в 1909 году предложил немецкий гистолог бродман на основании данных о цитоархитектонике цитоархитектоника это область научного знания которая описывает распределение в нервных клеток по слоям так например разные поля могут отличаться как по толщине слоев так иногда и отсутствием некоторых слоев в некоторых полях вот еще один а пожалуйста на немецкий гистолог блок бродман еще одним классическим примером как раз специализации полей областей мозга являются примеры областей брака и верхники это области отвечающие за речь область брака отвечает за моторику речи поэтому при повреждении людям тяжело говорить потому что нарушается как раз упорядоченная упорядоченная контроль за голосовым аппаратом область верники отвечает за согласованность и правильное построение речи потому что она находится в заднем отделе верхней височной извилины в этой области эта область она специализируется на слухи то есть эта область отвечает за слух зрение хоть за что говорится речи и за ее построение этим человеком ну собственно эти области они были названы в честь поле брака и карла вернике но не стоит думать что вот эти вот области только они отвечают за речь долгое время так привезено и считалось но вот оказалось что на самом деле речь участвует большая часть мозга и одна из самых интересных работ за последнее время по крайне по моему мнению эта работа вышла в 2016 году когда группа исследователей прям буквально практически мучила добровольцев засовывая их в мрт-сканер на несколько часов и проводя на них изнурительные тесты и после выполнения этой работы была составлена семантическая карта то есть распределение слов по большим полушария оказалось практически все полушария участвует в формирование речи и слова буквально разбросаны по полушариям образуя иногда группы которые связаны с определенной областью в коре больших полушарий там например в двигательной зоне будет будут преимущественно слова которые отвечают за движение с ним ассоциированы также исследователи подметили что если раньше считалось в литературе было описано что левая полушария доминирует в речи оказалось что если человек достаточно долго мучить в принципе оба полушария одинаково активны во время речи и за и отвечают за анализ речи одинаково в этом участвует здесь я в принципе хотел вставить красивый ролик исследователи которые они разместили на ютюбе но в принципе здесь мы здесь можно увидеть если здесь достаточно хорошо ну да тематическая карта естественно анализского языка возможно гипотетически карта русского языка может немножко отличаться но к сожалению мы ответ на этот вопрос не очень хорошо знаем потому что таких работ изнурительных продолжительных и дорогостоящих совершенно не так много ну что же мы с вами прошли маленький раздел я немножко выдохну а вы можете задать вопросы по пройденному этапу есть вопросы ну раз два три давайте добровольца я специально на разделы разбил что у меня была возможность выдохнуть пока люди формируют формулируют вопрос это однозначно приобретенные и я я косвенно ответ на ваш вопрос возможно дам в последнем разделе этой презентации еще есть вопросы да пожалуйста а смотрите то есть насколько вот эти семантические поля вот консервативные и совпадают между людьми но выборка у них меньше десяти человек но у семи человек практически полностью полностью совпадают можно конечно предположить что там преимущественные люди допустим с высшим образованием с богатым словарным запасом но семь семь по-моему из девяти что ли всего их было девять да это немного но очень консервативные то есть возможно все таки есть какая-то прямая связь вот поэтому это как консервативная локализация этих слов возможно это именно связано с конкретным языком возможно в русском языке семантическая карта будет отличаться или например у билингов то есть если человек знает два и более языка то у них может кстати локализацией тоже отличаться но однозначного ответа мы к сожалению пока еще не имеем на этот вопрос да да безусловно валер да да добровольцев да у нас следующий раздел давай вот когда ты будешь просить вопросы поднимайся пожалуйста руки потому что нас трансляция и чтобы там тоже слышали все вопросы ваши ответы а вот мы будем подходить к вам с микрофоном спасибо рома ну что же а мы дальше пойдем у нас следующий раздел следующий раздел посвящен ответа на вопрос сколько же клеток в мозге возможно многие из вас помнят школьного учебника или университетского что обычно в литературе упоминается сто миллиардов нейронов ну все слышали что это такое да из те из тех кто очень интересуется темой мозга возможно некоторые слышали о том что в мозге 86 миллиардов нейронов кто не слышал ну более более точная оценка ну вот казалось бы 14 миллиардов нейронов такая небольшая поправка да а на самом деле 14 миллиардов нейронов это весь мозг павиана вот так что как бы уточнение очень очень нехилая вот а откуда же у нас появилась появились такие точные данные такие точные данные появились у нас в 2009 году когда сюзанна геркулана хузель из бразилии вместе со своими коллегами опубликовали работу они подумали как же нам посчитать количество клеток в мозге когда он такой большой вот они нашли очень находчивое решение они взяли разделили мозг на крупные отделы и измельчили измельчили их до однородной массы естественно в этом случае ни одной целой клетки не осталось остались только ядра ну потому что ядра они гораздо меньше и вероятность их повреждения была намного меньше при этой на самом деле достаточно щадящей процедуре дальше они брали из этой однородной массы небольшую пробу замеряли количество ядер при этом они кстати красили двумя красителями один из них красил вообще все ядра и другой красил специфически только ядра нейронов то есть тех самых клеток которые там проводят импульсы ну я думаю вы помните из школьного курса или не школьного может быть вы просто читаете популярную литературу и они посчитали а потом сделали пересчет своих там сотен и тысяч измерений они сделали пересчетный на объем и пришли к выводу о том что у нас в мозге 86 миллиардов нейронов ну 86 это средняя величина на самом деле количество варьируется где-то от 80 до 90 а при этом где же находятся те самые миллиарды нейронов многие могли бы предположить что они находятся где в самой большой части мозга больших полушариях а нет оказалось что в больших полушариях находится только 16 миллиардов нейронов при этом в области мозга который называется мозжечок казалось бы мозжечок там находится 70 без малого миллиардов нервных клеток ну и оставшиеся от меньше одного миллиарда порядка 700 миллионов находится в стволе мозга при этом ствол по массе 8 процентов мозга а там находится меньше одного процента нервных клеток дальше резонный вопрос который естественно исследовали исследователи могли бы задать ну они собственно и задали его а как эти цифры описывающие мозг человека соотносятся с мозгом других животных ну и они сделали некоторую выборку и узнали о том что мозг человека по массе в полторы тысячи раз больше чем мозг хомяка и в тысячу раз меньше у хомяка количество нервных клеток то есть по соотношению на массу на самом деле хомяк не хухры-мухры но конечно хомяк безусловно проигрывает знатным интеллектуалам мира животных крысам где там у нас вот она крыса вот он мозг хомяка ну это все грызуны ну как вот насчет того чтобы сравнить мозг грызуна хорошо но и кого-нибудь тоже из обезьян из приматов и они сравнили и вот у этих замечательных животных у агути при массе мозга по 17 грамм у него аж целых 850 миллионов нейронов ну это кажется много но когда мы его сравниваем с галага это такой вид обезьян выясняется что при мозге который почти в два раза меньше у него количество нервных клеток гораздо больше хорошо может быть это единичный пример сравнили более крупного грызуна даже самого самого крупного грызуна капибару у капибары при массе мозга порядка 76 грамм у него 1,6 миллиарда нервных клеток в то время как у саймири она же это называется у него такое прозвище белка обезьяна при массе мозга в 30 грамм у нее больше 3 миллиардов нейронов то есть мозг капибары в 2,5 раза больше при этом там в 2 раза меньше нейронов да все все полюбовались на капибару да он меня тоже умиляет это замечательно такое дружелюбное животное он мне такое напоминает такого дружелюбного такого деревенского толстячка который всем нравится вот ну что же собственно мы с вами второй раздел презентации прошли моего выступления у кого-нибудь есть вопросы я пока еще глотну поднимите руки пожалуйста мы дадим микрофон в каком случае в смысле вот ну М это миллионы Б это миллиарды то есть тогда когда я говорю про ну кто вас интересует давайте с вами посмотрим поподробнее дельфинов здесь к сожалению нет но я не знаю с чем связано возможно просто бразильским исследователям было тяжело достать мозг дельфина но я кстати не удивлен его в принципе тяжело достать где-либо ну вот миллионы конечно ну хомяк у него у него масса мозга там один грамм ну естественно у него там миллионы у него меньше миллиарда ну вот сколько у него там 90 70 нет да 90 правильно 90 миллионов чуть-чуть 90 миллионов да скажите пожалуйста вот эти интересные цифры там масса и количество нейронов а что из этого следует вообще вот так вот то есть цифры привели и какие выводы из этого можно сделать на самом деле выводов можно сделать очень много например просто вот если мы посмотрим соотношение к нашему мозгу выяснится что у нас как-то реально мало нейронов то есть если бы галага резко вдруг отрастили такого размера мозг у них бы было нейронов в два раза больше чем у нас но эволюция пошла по пути увеличения размера мозга не для того чтобы у нас увеличить количество нервных клеток а для того чтобы увеличить количество контактов потому что ключевой момент чем отличается наш мозг от мозга животных это тем что у нас все-таки гораздо больше нервных контактов между нейронами при этом нейронов вроде как на единицу объем у нас меньше но зато у нас эти нейроны больше и формируют гораздо больше связей более продолжительной и это привело к тому что наш интеллект гораздо более продвинутый чем у всех остальных представителей фауны еще руки насекомых есть приму? насекомых хороший вопрос конкретно эта группа занималась только млекопитающими но в принципе есть исследователи которые занимаются насекомыми в принципе членистоногими но их нервная система она в принципе была развивалась абсолютно альтернативным путем у них нету вот этой привычной для нас структуры у них там вместо полушарий грибовидные тела которые анализируют поступающую информацию ну и в принципе если мы возьмем есть такой червяк Си Элеганс из круглых он имеет во всем организме порядка 300 нейронов о них знают вообще все то есть буквально из чего они сформировались где они находятся за что отвечают а если брать какие-то более сложно организованные то нам у мухи насчитывают сотни тысяч нейронов но в их случае это не главное потому что им там особо особо большой интеллект не нужен они просто анализируют текущую ситуацию в окружающей среде ну так муха летит такая опа полетела газета опа там и такая и пытаются улететь и допустим если сравнить ну ту же самую муху в принципе по какому-нибудь показателю непрямого там допустим сравнения интеллекта а будем сравнивать например скорость реакции то выяснится что одна секунда вот нашего там допустим замаха газетой это для мухи что-то невероятно медленно происходящее потому что она за это время она уже успела и там посмотреть и там она что-то унюхать успела и вообще зевнуть успела 10 раз там посидела посмотрела как там медленно опускается газета вот и мы ее почему так долго ловим потому что нам просто нужно поймать момент когда она отвлечется на что-то и не успеет или когда мы ее вообще там в край загоним поэтому вот по каким-то таким параметрам мы безусловно многим животным уступаем но зато у нас есть с вами сознание которое тоже вот как раз наше сознание это один из самых медленных вообще вяло текущих явлений которые есть в природе ну то есть например вы видели как хамеон питается как у него язык выстреливает вы в принципе вообще не увидите вот сидел какой-то насекомый на ветках опа его нету она там прошла там чуть больше сотой доли секунды для хамелеона это так прицелится так я сейчас вот так что все так что все относительно вот мы вроде очень-очень такие интеллектуальные всякие такие умные homo sapiens очень продвинутые приматы а если я например вам скажу 346 умножить на 12 я сам сейчас зависну если буду считать вот ну почему у нас подобная задача вызывает затруднения потому что мы привлекаем наше сознание очень нерасторопное вот это эмерджентное свойство нашего мозга на самом деле сознание это только маленький фрагмент деятельности нашего мозга такой продукт который такой внутренний наблюдатель хотя на самом деле мозг весь сам сам по себе существует и мы можем например какой вам пример то повести слушайте например вот давайте просто классический спортсменов вот среди вас есть какие-нибудь теннисисты там я не знаю там ну какой-нибудь активный вид спорта с мячами что-нибудь такое вот вот когда летит допустим мяч ну мне больше нравится пример тенниса конечно вот летит мяч там со скоростью 200 км в час вот мы с вами ставим одного теннисиста профессионала и одного любителя который там второй раз взял ракетку в руки вот что произойдет если летит со скоростью 200 с лишним км в час вот этот вот мяч в любителя любитель в лучшем случае его увидел вот а что произойдет с профессионалом профессионал его отобьет не сильно задумываясь о том откуда летит мяч как поставить ракетку а для любителей это критические моменты и на них сфокусировано его внимание а так как опыта нет никаких автоматических действий выработанных у него нет поэтому на всем этом сфокусировано его внимание его сознание которое опять же повторю очень медленно работают ну в сравнении с отработанными действиями конечно так ну что погнали дальше так мозг в течение жизни да есть вопрос подождите молодой человек молодой человек как раз спортсмен он видимо я его за живое задел хотел спросить вот на основе полученных данных можно не знаю как-то подтверждать теорию эволюции то есть вы говорите если мозг увеличить то допустим количество нейронов у Галага будет больше чем у человека нет это гипотетический наш эксперимент это просто если представить ну Галага собственно на этой на этой иллюстрации сам удивляется моим моим логическим рассуждением безусловно такое не может быть это просто я говорю потому что если бы вот мозг мы прям вот его увеличили и оставили такую же плотность нейронов тогда бы у нас у Галага оказалось в два раза больше нейронов чем у человека но на самом деле ну эволюция есть она была есть я думаю еще будет долго так следующий раздел я его условно назвал мозг в течение жизни но мы с вами пойдем другим путем мы его не будем от начала до конца разбирать мы пойдем с конца вот мы с вами пойдем с примера старости то есть мозг пожилых людей обычно что имеет он имеет более уменьшенные размеры но в литературе встречаются оценки порядка четверти массы мозга теряется к возрасту 90 лет теряются сами нервные клетки не только масса но и количество нервных клеток тоже уменьшается вот при этом не стоит думать что пожилые люди действительно прям ну такие вот они у них там такие когнитивные проблемы на самом деле все зависит конечно от их опыта их активности их жизни насколько они потратили много времени в течение жизни для поддержания того самого своего мозга и процесс старости в принципе старения старения мозга он в принципе начинается даже не в 90 не в 80 не в 70 а вообще лет в 30 то есть мы или даже раньше мы начинаем терять нервные клетки но этот процесс просто растянут на десятилетия поэтому когда мы постепенно терять нервные клетки обычно соседние за счет механизма пластичности когда соседние клетки берут на себя функциональные функции соседних тех которые как раз погибают клетки соседние берут на себя отделы области берут на себя функцию тех которые постепенно утрачиваются и совершенно другое дело когда к естественному процессу старения присоединяется какой-то патологический процесс например склероз болезни альцгеймера паркинсона различные виды деменции так например то что мы мы в обиходе называем склероз это на самом деле церебральный атеросклероз когда в стенке когда расширяется стенка сосуда утолщается плюс еще накладываются разные различные холестериновые бляшки и просветы сосудов станут все меньше меньше что приводит к тому что кровоток в разных областях мозга уменьшается а это приводит к тому что скорость утраты нервных клеток увеличивается поэтому у людей с этим заболеванием отмечаются патологии которые могут еще больше затрудниться и дать еще больше побочных эффектов если вдруг эти сосуды разорвутся тогда мы получим с вами инсульт что приведет к выключению к поражению целой крупной области мозга я думаю примеры вы слышали и видели возможно из своей жизни и из литературы следующий пример болезнь паркинсона это специфическая утрата нервных клеток гибнут преимущественно дофаминовые нервные клетки все помнят что есть разные нейромедиаторы в мозге серотонин дофамин ацетилхолин да ну иукнете в ответ я не знаю во-во-во да молодцы при болезни паркинсона гибнут дофаминовые клетки причем гибнут они довольно долго и практически человек первые годы возможно даже десятилетия не замечает этого заболевания и ему ставится диагноз когда уже есть такая вот такая область в головном мозге называется черная субстанция когда в этой черной субстанции уже утрата 60 а то и больше процентов нервных клеток погибает уже вот оставшиеся они не могут тянуть весь функционал на себе и у человека проявляются симптомы заболевания среди которых нарушение походки ну наверное стоит наверное с классического примера начать это тремор все наверное видели ну слышали по крайней мере у человека там мозгообразное лицо нарушение мимики плохое настроение ну потому что дофамин кроме всего прочего помимо функции движения он еще отвечает за настроение вот какие же причины у этого заболевания возможно генетические но нет при том что в литературе описано больше 20 различных генетических мутаций не мутаций вру генов мутаций больше гораздо оказывается что генетические причины это лишь маленькая доля от всех случаев на самом деле больше всего оказывает влияние факторы среды ну какие можно привести пример например тяжелые металлы тяжелые металлы особенно это для крупных городов с городскими свалками очень актуально с транспортом пестициды гербициды которые используют на полях причем активно используют в случае классического сельского хозяйства и особенно активно так называемый organic food ну потому что ее же надо спасать там картошка гниет еще чем нужно срочно обработать инсектицидами вот и другое дело вот гмо гмо картошечка растет никто ее не кушает ничем обрабатывать не надо вкуснота вот и различные факторы такие как мутагены и травмы все знают кто такой Мухаммед Али вот это боксер который болен уже 20 25 лет уже я видимо пропустил этот момент ну по крайней мере он больше 20 лет болел болезнью Паркинсона вы можете посмотреть церемонию открытия олимпийских игр 96 года как он с тремором зажигает огонь олимпийский на церемонии открытия вот болезнь Паркинсона это плохо я думаю все согласны да но возможно вдруг есть лекарство ну в теории лекарства есть но они к сожалению не приводят к излечению они приводят только к снятию симптомов то есть можно что в случае в случае утраты дофаминовых нейронов можно привнести дофамин извне в виде предшественника дофамина леводопы можно можно но это не панацея этого лекарства хватает на несколько лет можно использовать ингибиторы обратного захвата дофамина но это тоже имеет свой определенный период времени действия к сожалению для такого мультифакторного заболевания как болезнь Паркинсона лекарства нет возможно будет в будущем вот потому что заболевание тяжелое и мультифакторное другое дело например болезнь Гентингтона кто не слышал о ней нет вообще ни разу никто не смотрел сериал доктор хаус вот кто-то смотрел там был такой персонаж 13 у нее была болезнь Гентингтона поставлена что это за заболевание это заболевание вот абсолютно генетическое вот у него есть область в хромосоме номер 4 на конце гена гентингтин который мы собственно и назвали в честь фамилии исследователей в честь заболевания и у этого гена есть хвост с повторяющимся участком цак вот если таких повторов наберется 36 то у человека увеличивается вероятность заболеть то есть если у него 35 и меньше то практически 100% что он не заболеет вот 36 у него уже резко возрастает вероятность если количество повторов 40 и больше то у него уже однозначно 100% будет заболевание а так как заболевание оно еще довольно рано проявляется то есть это где-то 30 с лишним 40 лет если очень повезет то чуть позже но в случае с этим заболеванием есть надежда потому что это генетическое заболевание а у нас уже сейчас есть примеры примеры лечения заболеваний например наследственной слепоты когда ломается ген RPE65 это ген фермента в сетчатке глаза вот из-за мутации в этом гене у людей развивается одна из форм наследственной слепоты и буквально чуть ли не в этом году представили лекарства из класса генной терапии локстурно называется но к сожалению прайс на лечение порядка 850 тысяч долларов лечения то есть нужно это курс то есть нужно две штучки по 425 тысяч долларов ну по одной на каждый глазик да дорого очень дорого в интернете даже было написано что прайс уменьшили по просьбе страховых компаний потому что исходно прайс был почти миллион долларов вот но тем не менее это одно из первых лекарств генетической терапии которые уже есть все их их можно приобрести они уже есть ну давайте с вами вернемся немножко по будем вернемся к мозгу к его более нормальному состоянию и поговорим про исследования грубо говоря нормы вот я долго думал какие привести примеры и вот мне меня очень зацепило исследование под руководством Филиппа Хайтовича его группа задалась вопросом что еще что вообще может меняться в мозге человека с возрастом ну многие смотрят экспрессию то есть разную концентрацию белков активность генов ну они так посидели с коллегами подумали так а что практически не смотрят никогда что может быть достаточно скучным что практически никто никогда не смотрел жиры жиры в мозге то есть они попытались оценить изменение состава липидов в головном мозге с возрастом и они не просто посмотрели разные группы возраста людей они еще сравнили с другими приматами и оказалось что вот здесь так спокойно здесь есть вот две колоночки одна это мозг практически новорожденного а вторая колоночка это это мозг взрослого пожилого человека то есть абсолютно по составу то есть в молодом мозге доминируют одни липиды а во взрослом совершенно другие вот ну еще сравнили с мозгом других приматов пришли к выводу что изменения которые наблюдаются у других приматов с возрастом у человека гораздо позже проявляются то есть эволюция отодвинула эти изменения для человека попозже и можно задаться вопросом а насколько собственно эти данные верифицированы то есть насколько они имеют например предсказательную силу то есть если мы просто померяем содержание разных липидов можем угадать возраст оказалось что можем то есть все довольно хорошо укладывается ой ой опять уехали вот оказывается что вероятность ошибки очень 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 небольшая то есть разброс точности предсказания и казалось бы липиды практически никто никто до группы Хайтовича не смотрел хотя с другой стороны почему никто не смотрел потому что казалось бы смотреть состав липидов состав жиров в мозге при том что мозг один из самых жирных органов в теле человека а почему он один из самых жирных потому что вы помните что у нейрона есть нервная клетка нейрон у него есть тело у него есть дендрит и есть аксон это отросток который самый длинный в нервной клетке мяукните что ли да да и вот этот аксон он покрыт миелином жиросодержащим жиросодержащей изоляции которую установят на аксон окружающий нейрон клетки олигодендроциты и и оказалось что этот процесс вот меленизации он на самом деле проходит довольно долго и проходит он преимущественно в процессе жизни уже после рождения человека так например в работе по окраске головного мозга на миллилин выясняется что вот можно увидеть что интенсивность окраски мозга новорожденного она она очень 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 небольшая то есть очень мало меленизированных волокон в то время как в мозге возрастом уже несколько месяцев уже количество меленизированных волокон довольно существенно а в мозге взрослого прям вообще прям один сплошной мелин очень 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 жирный мозг вот ну типа шутка юмора ладно меленизация есть еще один процесс происходящий в мозге но уже не после рождения а вот до рождения и буквально там первый месяц это оранжевая стрелочка это запрограммированная клеточная смерть апоптос в мозге плода эмбрионные плода закладывается гораздо больше нервных клеток чем то количество которое мы будем иметь всю оставшуюся жизнь то есть оценки вот утраты нервных клеток таковы что у нас гибнет 6 из 7 8 из 9 в таких пределах нервных клеток из тех которые закладываются во время эмбрионального развития а почему же они гибнут они гибнут потому что они не смогли сформировать достаточного количества связей вот и они в связи с этим погибают оставляя 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 в головном мозге только те клетки которые сформировали достаточное количество связей и пригодились формирующемуся мозгу но этот же процесс он идет вот буквально в мозге новорожденного эволюция не могла оставить новорожденного с умирающим большим количеством нейронов поэтому большая часть функций новорожденного конечно перенесена на более нижние уровни мозга в спиной мозг и ребенок снабжен рядом рефлексов которые ему обеспечивают успешность вот среди них какие рефлексы вы знаете да да рефлекс так у меня здесь никаких нету порывок нету вот так схватить отлично хватательный рефлекс еще какой есть сосательный совершенно верно то есть без всякого привлечения какое сознание все доведено до автоматизма или например рефлекс бобицкого который абсолютно такой же у маленьких детей человека и точно такой же у приматов абсолютно такой же то есть в зависимости от того какую область пяточки мы стимулируем у нас наблюдается рефлекс сгибания пальчиков ну что мы прошли с вами еще один раздел давайте еще вопросы вот здесь есть у нас вопрос отлично здравствуйте да меня зовут Антон не успел сразу спросить да это взаимно так как под вопросы отведено специальное время хотел спросить а что же насчет того что все болезни из головы и все болезни это психосоматика ну вот тот же и паркинсон и слепота ну тезис очень красивый и в ряде случаев он справедлив и конечно когда мы говорим про нейродегенеративное заболевание то есть нейродегенерация гибель нейронов конечно это заболевание связанное с мозгом конечно они от мозга вот просто если бы вы привели какие-то другие примеры я попытался бы их там через левую пятку привязать к нервной системе но вы не привели примеров может быть еще подумайте да у нас сколько один есть еще вопрос да здравствуйте скажите пожалуйста насколько справедливо утверждение что гибель нейронных связей это ну скажем закономерный процесс не только ввиду возраста а также ввиду того что человек не использует эти нейронные связи ну то есть если человек не развивается не изучает новую информацию не изучает новые какие-то способы я кажется понял вопрос смотрите в мозге есть устойчивые связи которые уже сложились есть какой-то запас новых связей которые как раз имеют потенциал закрепиться могут потенциал не закрепиться вот поэтому если вы не занимаетесь но они будут ждать момента когда они будут востребованы там некоторые из них поменяются но если вы чем-то занимаетесь то есть чем больше стимулов и задач вообще вы стоите перед своим мозгом тем потенциально больше у вас связей будет и они будут более полезными функциональными и это вас еще защитит от ряда нередикативных заболеваний да можно еще вопрос по поводу гибели клеток у новорожденного сейчас такая модная очень тема в последнее время когда что пока ребенок находится в утробе его можно тоже развивать там музыку слушать давать классическую еще что-то и вот если этим заниматься есть предположение или возможно что меньшее количество клеток будет гибнуть соответственно больше нейронных связей будет формироваться больше сохраненность будет сохраняться интересный вопрос реально очень интересный но я на него знаю однозначный ответ потому что когда попытались проследить влияние окружающих факторов там стимулов там музыкальных или например голос папы попытались сравнить голос папы голос мамы влияние голос мамы работает а голос папы не работает оказывается что ребенок который находится в утробе в околоплодной жидкости он практически ничего из внешнего мира не слышит а голос мамы он слышит прекрасно потому что у него буквально над головой здоровенная диафрагма которая резонирует вот вот родиться читайте вот вот точно работает вот а типа вот если мама разговаривает ну в принципе это это работает в этой вот работе показали это работа работа показали что новорожденные дети они реагируют на стимулы которые им дали во время утробы ну это хорошо то есть мама должна активно участвовать в культурном развитии ребенка еще до его рождения нет это хорошо а вот по поводу музыки это нет да скажите пожалуйста то есть вот гипернион да у ребенка да у ребенка это можно назвать такой некий процесс оптимизации а все все то же самое у всех обоптоз все теряют большую часть нервных клеток которые потенциально могли иметь вот здесь у нас да 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 я вижу у нас был слайд по поводу паркинсона рассказывали про эльдофамин а можете там просто слева были синаптические да вот это можете это вот механизм описан его или что можете ну просто подробнее рассказать если возможно про действия в принципе про болезнь паркинсона у меня отдельно здоровенная лекция вот я просто я все попытался сжать и сильно на этом не заострять внимание вот просто есть несколько типов медикаментов то есть можно ну просто внести дофамин можно можно заблокировать обратный захват потому что нервные клетки и клетки глии они в принципе любой медиатор который выбрасывается в синаптическую щель они его захватывают таким образом если мы им будем мешать его захватывать количество дофамина у нас возрастает вот а у нас болезнь паркинсона из-за дефицита дофамина а нижний пример это холиноблокаторы это механизм действия в противовес то есть у нас есть дофамин ну в негроэстеральной системе у нас есть ацетилхолин и один занимается торможением другого ну у них на самом деле очень переплетены действия то есть у нас ну знаете какую я вам монологию могу привести дофамин выступает в проекте такого тормоза который отфильтровывает всякий шум в коре шум который образует как раз стимулирующие медиаторы вот как раз ацетилхолина один из них то есть это медиатор который увеличивает количество шума приводящий к тому же тремору то есть если у вас если вы уменьшите количество ацетилхолина то у вас соотношение между медиаторами более-менее выровняется тем самым вы опять же будете снимать симптоматику это как просто конкурирующий нейромедиатор я ответил на вопрос механизм тормозного действия нейроны черной субстанции они проекции опускают в астриатум и они в том числе тормозят одни области чтобы другие могли пропускать свой сигнал ну в смысле нейромедиаторов это динамический процесс то есть вы имеете ввиду блокаторы не блокаторы вы их перестали принимать концентрация резко падает все и все перестает работать здесь у нас еще последний вопрос давайте продолжать хорошо что мы вернулись к этой теме мой вопрос будет про болезнь Альцгеймера насколько я помню она вызывается образованием атипичного белка для нашего мозга и насколько я помню сейчас проводились исследования какие-то в Израиле на тему воздействия на белок никотина который его вроде как разрушает и соответственно ослабляет воздействие на мозг и убирает часть симптомов есть ли еще какие-то исследования насколько они интенсивны не знаете ли вы смотрите я я ваше исследование ну из вашего примера не так знаком и с Альцгеймера напрямую не работают но коллеги работают смотрите что я могу предположить при болезни Альцгеймера страдают проекции как раз от стилхолина только из коры в гиппокамп который у нас отвечает за запоминание за память так как этих связей становится меньше меньше то у человека как раз и развивается один из вариантов болезни Альцгеймера когда используется никотин ну никотин в принципе у нас есть от стилхолиновых рецепторов у нас есть два типа М-типа и Н-типа Н-типа это никотиновые рецепторы от стилхолина и по-видимому это работает как дополнительный стимул для этих рецепторов что по-видимому оказывает какое-то положительное действие и оно может быть чуть-чуть оказывает влияние и люди работают заболевают либо позже либо не заболевают но это нужно исследовать но ну опять же ну прям таких аналогичных я отечественных не припомню но тема с курением она довольно сильно изучена активно изучена показано что люди курящие болеют болезнью Паркинсона в том числе реже чем те люди которые не курят но здесь вопрос в том курение ли защищает от болезни Паркинсона или те люди которые более подвержены собственно зависимости значит а зависимость она она косвенно связана с дофаминовой системой потому что именно она обеспечивает у нас те самые привычки привязанность собственно к никотину поэтому те люди у которых которые реже заболевают они просто подвержены курению нет сейчас подождите что я сейчас сказал да смотрите еще раз еще раз смотрите у нас есть те люди которые курят и среди них Паркинсон реже встречается вопрос лишь в том именно потому что они курят это их защищает или в принципе они исходно менее подвержены болезням Паркинсона и более подвержены курению то есть это возможно не причин следственной связи а это просто два параллельно наблюдаемых явления которые связаны да есть есть такая гипотеза она еще шатко стоит но вполне возможно просто нужно проводить больше больше собирать данных для получения однозначных результатов и опять же я напомню что та же самая болезнь Паркинсона это мультифакторное заболевание и поэтому может быть факторы среды там играют большую роль в ряде случаев поэтому мы не можем статистически в ряде случаев что-то доказать на маленькой выборке а когда работают с человеческим материалом всегда выборки мягко говоря небольшие и на этих выборках очень тяжело продемонстрировать ряд возможно логичных гипотез ну что все погнали вот так подождите как у нас называется а внутриутробное развитие вот мы с вами довольно уже много сказали о коре вот сколько там миллиардов нейронов вот но как формируется кора в коре шесть слоев я забыл я об этом вам сказал в начале или нет там там есть шесть слоев и первыми слоями закладываются верхний и нижний а все остальные слои они формируются мигрируя с более нижних отделов и начинают формировать сначала самый нижний слой там ну точнее преднижний там пятый потом четвертый потом третий а чтобы сформировать второй слой нужно пройти через всю эту толпу и иммигрировать в область там где должен сформироваться второй слой а как же как же нейроны мигрируют мигрируют они благодаря глиальным клеткам которые пускают свои отростки вверх пускают они вверх потому что в самом верхнем слое находятся клетки кахалерецеуса которые испускают такой сигнальный белок релин и глиальные клетки они тянут свои тяжи а по вот этим тяжам по этим отросткам нейроны начинают начинают мигрировать вот это замечательная видеозапись такая замечательная очень медленно вяло текущий процесс миграции которые растянут на дни вот как вот нейрончик поднимается наверх он просто меченый один вот а так в принципе это настолько масштабное явление что там в минуту в мозге эмбрионы и плода может одновременно мигрировать десятки миллионов нервных клеток из которых к сожалению большая часть как я уже говорил погибнет вот дальше это кора если мы посмотрим вы же с вами мы же с вами помним у нас сейчас лекция она у нас ретроградная мы смотрим в прошлое на более ранних этапах до сформировавшейся коры формирующейся у нас есть стадия пяти мозговых пузырей из которых формируются собственно те наши шесть отделов а еще на более ранней стадии у нас всего три мозговых пузыря вот вот это кстати беленький это формирующийся глазик все знают что глаз на самом деле это вырост головного мозга ну хопа и так неожиданно Америку открыл вот но это у нас головной конец нервной системы нервной трубки вот видите как она у нас разрастается но как как клетки вот не понимают что они находятся спереди нервной трубки а понимают они это за счет сигнальных молекул так называемых морфогенов которые формируют градиент ну градиент все понимают концентрация больше меньше 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 а таких морфогенов на самом деле много и одни из них отвечают за сигнал переднего конца тела другие за задний конец тела а есть еще морфогены которые обеспечивают нам ориентацию клеток типа дорсальный ближе к спине и вентральный ближе к животу таким образом у нас вот здесь вот желтенькая вот видите да это хорда все знают что мы с вами хордовые животные да вот это та самая хорда которая есть у нас на стадии эмбриона она испускает морфогены которые сигнализируют вот нервные трубки о том что с этой стороны находится хорда а дальше находится у нас эктодерма это верхний лепесток зародыша казалось бы в чем почему я так об этом подробно рассказываю на самом деле по градиенту вот этих самых морфогенов можно получить специализацию нервных клеток и что было продемонстрировано в том числе в лабораторных работах в лабораторных работах было продемонстрировано просто на культуре клеток то есть в зависимости от того какие морфогены мы обрабатываем мы можем получить ту или иную специализацию нервных клеток для чего это важно потенциально в будущем возможно у нас помимо генной терапии будет клеточная терапия когда мы будем привносить необходимый пул клеток специализированных например в поврежденную область ну это конечно такая легкая фантазия на тему но тем не менее потенциальное применение для этого есть в будущем еще я хотел вас удивить тем что вот из клеток которые формируют нервную систему есть протоклетки то есть ранних этапов которые формируют помимо нервной системы еще другие органы и ткани например может быть я кого-то удивлю я искренне это надеюсь кости лицевого отдела черепа имеют нейрональное происхождение удивил они имеют нейрональное происхождение они формируются из клеток называемых нервным гребнем это группа клеток которые соединяют нервную трубку с эктодермы от которой как раз нервная трубка и происходит спускает вниз ну помимо этого кстати клетки нервного гребня они например формируют меланоциты кожи отвечающие у нас за пигменты они отвечают за формирование коры надпочечников которые у нас участвуют в формировании нашего гормонального фона и вообще включены в кучу разных процессов и уделяют адреналин если мы еще раньше посмотрим в прошлые нервные системы мы увидим стадию нейруляции то есть как раз закладывается та самая нервная трубка из которой у нас формируется спиной и головной мозг происходит это возможно вы видели это в школьном учебнике в определенную интерпретацию данного процесса вот довольно известный процесс ну вот самый интересный момент в том что ой у меня смещение вот вот она нейруляция о которой я говорю это четвертая неделя то есть на пятой неделе мы видим эмбрион который уже имеет зачатки передних и задних конечностей на четвертой неделе у нас закладывается нервная система на третьей неделе в принципе в этом очертании тяжело узреть будущего человека да нет да нет мяукните да отлично вот дальше смотрим еще глубже в прошлое развить на самом деле вот это вот вот эти страшные картинки они еще страшнее если их включить вот да это процесс внедрения эмбриона в стенку матки женщины недаром этот процесс чуть-чуть напоминает кое-какой паразитизм кстати нашли не так давно в исследованиях что гены отвечающие за как раз формирование плаценты они имеют вирусное происхождение вот это неожиданный поворот правда вот это кстати к слову к слову об эволюции спасибо большое за тот самый вопрос потому что как вы помните наша группа класс млекопитающие они включают в себя как яйцекладующих млекопитающих так и плацентарных млекопитающих и даже ученые приблизительно получили данные о том когда то самое эволюционное достижение плаценты могло произойти сто с лишним миллионов лет тому назад давайте еще посмотрим вглубь времени на еще более раннюю стадию и мы на ней увидим группу клеток абсолютно однотипных состоящих собственно из тех самых так называемых стволовых клеток которые делятся и формируют будущего человека который потом будет внедряться но я на предыдущем слайде показал этот процесс видеонимации вот ну это последний слайд в этом разделе есть вопрос все в шоке да сейчас одну секунду я вам дам микрофон чтобы все слышали ваш вопрос спасибо я слышала такое мнение что эволюция человека уже закончилась это правда или нет хороший вопрос ну самым простым ответом на этот вопрос будет нет потому что эволюция не останавливается никогда но более полный ответ будет приблизительно таким что эволюция она сопряжена с рядом параметров в том числе численности вида разрозненности там есть ли какие-то изоляции и так далее но так как наш вид перешагнул отметку 7 миллиардов человек и обычно говорят об эволюции вида можно сказать что эволюция вида как-то она забуксовала потому что очень тяжело как бы эволюция двигаться куда-то когда у нас есть такое разнообразие популяционное ну даже не популяционное видовое да поэтому как бы биологическая эволюция она скорее уступила свое место культурной об этом я попробую сказать чуть позже да скажите пожалуйста а как эти однотипные клетки еще до зародышевой стадии понимают собственно какой клеткой стать именно благодаря амрофогенам или есть какой-то другой механизм ну то есть какая клетка становится мозгом в будущем какая копчиком какая переносится и так далее классный вопрос очень классный вопрос я не не вставил где-то трех или четырех слайдов которые могли бы ответить на этот вопрос смотрите до деления на 64 клетки ну то есть понятно деление там 1 2 4 8 16 32 64 вот до стадии 64 клетки не отличаются а вот потом на стадии 64 128 и дальше они начинают приобретать спитализацию и начинают отставать от деления если до этого они делились вместе синхронно то потом какие-то начинают делиться медленнее они начинают разделяться по размеру и появляются ну вы можете почитать про собственно в эмбриологии стадии бластулы гастролы это вот из этой вот оперы на стадии гастролы у нас уже отмечается собственно специализация групп клеток это еще конечно не влияет не совсем морфогенов там на стадию гастролы скорее влияет физика этого процесса потому что когда много-много клеток делится в какой-то момент времени образуется впячивание и у нас делятся на внешние и внутренние лепестки зародыш да секунду я сейчас пытаюсь вы сказали что плацента имеет вирусную природу правильно ну мы обязаны вирусом за появление плацента там очень такое непростое объяснение это не совсем моя тема но я в этом сказал а в двух словах можно ну какие из этого выводы или гипотезы можно ну смотрите тут можно несколько коротких тезисов сделать во-первых вирусы отвечают за горизонтальный перенос между разными организмами между разными видами и возможно даже более крупными таксонами между родами и так далее и еще один момент вирусы они есть в геноме в том числе в геноме человека вирусов огромное количество которые уже уже выключены но когда-то они были миллионы лет тому назад и сейчас они формируют такую кучу генетического материала в наших генах что сопоставимо с теми областями которые кодируют наши собственные гены поэтому в какой-то момент времени какие-то из генов вирусов отвечающие за процесс внедрения за какие-то ферменты которые отвечают за лизис за разрушение стенки и внедрение они были усвоены организмом который поражал этот вирус предшественник и они остались в геноме и были взяты на вооружение эволюцией привет молодому человеку который задал вопрос про эволюцию и это впоследствии привело к формированию наших плацентарных предков многопитающих первых еще вопрос а вот этот пренатальный период о котором говорилось в предыдущем разделе он заканчивается активацией каких наиболее областей мозга то есть условно говоря когда плод появляется на свет божий есть ли какие-то области мозга которые однозначно активированы более других у новорожденного у новорожденного ну смотрите однозначно активирован ствол а вот с корой вот я говорю вот кора как раз отстает ну какие кора вся или какие-то все-таки области развиты более я к сожалению сходу затрудняюсь ответить прям уверенно на этот вопрос но апоптос проходит во всех отделах больших полушарий во всех областях извините цепляемся опять за эволюцию скажите пожалуйста а есть ли какая-то корреляция и в принципе какие-то оценки корреляции между эволюцией и информационным полем да вот в принципе не секрет что сейчас идет огромный информационный поток вот в принципе есть какая-то корреляция слушайте это второй вопрос который метит в мой следующий раздел можно я чуть позже возможно я отвечу на него сейчас еще вопросы девушка вот я думала в этом разделе объяснят вот у ребенка вы говорили перед рождением больше нервных клеток которые после рождения сразу умирают а зачем они там изначально создаются смотрите они начинают умирать намного раньше то есть процесс апоптоза чуть ли не на середине беременности начинается заканчивается это апоптоз перед рождением и там в течение первого месяца то есть там чуть-чуть разнятся данные слушайте а вторую вторую а зачем эволюция заложила запас то есть лучше сделать очень много нейронов которые попытаются сделать максимальное количество возможных связей вот чтобы потом из этого можно было отобрать те которые будут использованы которые сформированы достаточное количество связей ну как-то так вот получилось почему именно вот настолько много я думаю на этот вопрос прям однозначно никто не ответит пока еще информации мало еще вопросы нет тогда продолжаем вот а теперь мы переходим к разделу информации потому что одно дело развитие мозга другое дело наполнение этого мозга знания вот мозг исходно в принципе у нас формируется и эволюционно формировался у наших предков под воздействием стимулов стимулов которые приходили от наших органов чувств вот здесь еще отсутствует еще один еще одно чувство видите здесь есть осязание обоняние слух вкус зрения есть еще проприорецептивные данные то есть это данные из внутренних органов от мышц положения наших наших конечных наших пальцев от состояния текущих внутренних органов и под воздействием всей этой информации наш мозг первично исходно развивается вот как точно подметили по поводу нашего развития эволюционного да эволюция на человека как вида довольно продолжительный процесс наш общий предок жил там 7 миллионов лет тому назад наши предки они постепенно шли по направлению к формированию нашего рода хома и в какой-то момент времени они стали обзаводиться орудиями а орудия это предмет который требует какого-то описания какой-то информации нужно 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 эту информацию постараться передать другим особям своим детям таким образом у нас формировались первые предметы культуры быта но об этом более подробно вы можете просто посмотреть на портале антропогенессру там где все очень подробно расписано но я вас хочу подвести к мысли что начинала формироваться человеческая культура которая была сначала очень примитивна но впоследствии она росла все быстрее и быстрее и быстрее и привела к тому что например если мы сравним рисунки возраст которых 30-40 тысяч лет с острова Суловеси в Индонезии и сравним например картину практически наших современников например Шишкина 19 век то есть уровень развития культуры привел к тому что наши возможности возросли а как называются собственно единицы культуры кто-нибудь может подсказать единица культуры единица культурной информации есть совершенно верно мем да мы редко об этом задумываемся но фактически любая информация которую мы получаем в течение жизни это фактически маленькие кирпичики из которых формируется наше ну в конечном счете наше мировоззрение наше сознание но формируется прежде всего язык то есть например звуки буквы это тоже мемы как правильно произносить межзубное это тоже мем как произносить английский тоже мем как произносить русскую тоже мем когда мы собираем большое количество таких кирпичиков формируется мем слово Россия Москва вот или например ДНК все слышали такой мем мем ну информация не из культурной информации ДНК ну все скорее всего слышали что есть такая молекула которая собственно отвечает за наши гены за наследственность но есть люди которые работают с мемом ДНК более детально и они знают что это дезоксирибонуклеиновая кислота это полное название этого мема ну конечно аудитория которая использует этот вариант генок намного меньше то есть мы с вами можем прийти к выводу о том что мемы они они различаются по сумма хвату аудитории по детальности по их используемости и отвечая на вопрос по поводу нашей эволюции хотелось сказать что биологическая эволюция несколько тысяч возможно десятков тысяч лет тут тяжело сказать прямо где грань провести стала уступать дорогу культурной эволюции потому что мы как вид за десятки тысяч лет практически не изменились а вот наш культурный компонент изменился очень сильно он стал богаче и разнообразнее и кто-нибудь знаком с мемом джон нэш кто-нибудь слышал такое имя и фамилия джон нэш это нобелевский лауреат по математике который внес большой вклад в развитие теории игр вот собственно вот он на фотографии но может быть кто-то читал книгу игры разума которая как раз описывает историю Джона Нэша в художественной манере и аудитория вот этой книги позволила мему о Джоне Нэше уже заразить умы тысяч десятков тысяч людей ну а когда сняли сняли фильм игры разума то мем о Джоне Нэше буквально поразил миллионы людей ну кто-нибудь смотрел фильм игры разума с Расселом Кроу все-таки да-да-да когда я спросил знаете Джона Нэша никто такой кто это такой что это за дядька вот таким образом я хочу вас подвести к мысли о том что наша эволюция привела нас к тому что мы в силу нашей социальности не мыслим своего бытия не будучи частью социума не привнося в нашу культуру чего-то своего что-то нового для чего для того чтобы мы могли что-то привнести ну в идеале конечно полезное ну с каждого по возможности бывают разные примеры и для многих людей вклад собственно культурный может иметь даже больше значения чем оставить после себя например генетическое потомство все знают что есть движение child free нет да нет да нет кто знает вот люди знают вот это люди которые считают что в принципе это как бы даже и размножаться уже в принципе не обязательно людей и так 7 миллиардов зачем еще больше вот ну такая спорная позиция кто-то с ней согласен кто-то нет но ключевой момент о том что такие люди говорят о том что они хотят привнести человечеству пользу сами по себе и они обычно такие вот социально ориентированные какие а ладно давайте я вам сразу приведу пример пример который возможно вы знаете вот этот вот кто у нас такой дядечка а курт кабин совершенно верно а вот вот эта вот девушка это кто ну слушайте вы прямо еще совершенно верно это его дочь ну да наверное есть что-то такое вот в связи с этим я вообще хотел привести собственно цитату в основе и того и другого канала информации как генетической так и мематической лежит воспроизведение накопления собственно ошибок накопления вариаций и передача ее потомству ну или в качестве потомства в случае скульптуры может быть любое количество не обязательно один-один человек может быть один-два может быть один-сто один-сто и так далее вот цитата Бориса Михайловича Медникова вот ну вы увидели дочь Курт Кобейна а мем сейчас и мем черный квадрат да а у нас тишина да все я думаю слышали эту мелодию правильно то есть это это довольно успешный мем который осел в головах ну как вы думаете сколько там человек сто двести тысяч миллион миллиард вот видите как вы как мы быстро поднялись на самом деле ответ миллиард я думаю что он более-менее справедлив потому что только конкретную запись клипа на ютубе с официального канала посмотрели 690 миллионов раз это не считая каверов не считая аудиофайлов не считая сервисов прослушивания музыки то есть мы видим насколько успешна информация об исполнителе его мемах о его культурный вклад в развитие человечества в багаж культурное человечество дальше давайте с вами поговорим о том кто же придумал теорию мемов вот кто знает что это за дядечка слева совершенно верно ричард докинс английский биолог автор ряда книг многие ли из вас знают что теорию мемов придумал возможно не ричард докинс потому что у нас в ссср жил борис михалыч медников который в своей статье геномы язык 76 году уже провел параллель между генетической наследованием и языкознанием вот кажется 76 год а когда была опубликована первая книга ричард докинс эгоистичный ген тоже мне фанаты вот в 76 году то есть можем может быть может быть медников списал ну потому что у него же у него же собственно у него статья у него же не книга но на самом деле его его статья три года ходила прецедентом поэтому мы можем быть абсолютно уверены что идея описать единицы культурной информации собственно пришла как минимум этим двум замечательным людям параллельно находящимся в разных странах вот вы наверное заметили что здесь нет фотографий да к сожалению графический мем изображения Бориса Михайловича менее удачлив чем его книги статья потому что найти фотографию его хотя я постарался прервить весь интернет я потратил на это очень много времени я так и не смог найти но мем графический фотографии его дочери Марии Борисовны гораздо более успешен ее фотографии можно найти гораздо легче вот и в своей книге Борис Менников в книге аналогия которая вышла позднее он писал что у Докенза очень занимательная книга он ее с большим удовольствием прочитал но он напомнил что они хоть люди довольно мудрые умные хорошие но далеко были не самыми первыми кто описал вероятно мем а первым описал возможно первым мы к сожалению не знаем предшественников Чарльз Дарвин в своей книге происхождение видов в 14 главе Чарльз Дарвин написал о провел четкую аналогию между эволюцией видов и эволюцией человеческих языков мы с вами наверное уже поняли что язык сформирован из огромного количества мемов и сам по себе является большой конструкцией мемов вот для тех кто хочет более подробно узнать про происхождение языка и его эволюции те могут прочитать книгу Светланы Бурлак которая к сожалению давно не переиздавалась но вы можете попробовать найти фрагменты этой книги в интернете может даже всю книгу вот еще хотел бы тоже процитировать опять же Бориса Медникова я тут просто недавно аналоги перечитал вот это одна из книг которая доступна в свободном прочтении практически в любом онлайн в любой онлайн библиотеке Борис Медников писал если одна и та же идея возникает в разных местах независимо шансы на ее выживание и развитие резко возрастают вы наверное можете и сами привести какие-нибудь примеры жизни но я приведу за вас несколько тех которые мне просто понравились вот закон были Мариотта из школьного курса физики это изотермический процесс который описывает зависимость давления от объема вот или например про радио все помнят кто изобрел Попов и изобрел еще Маркони параллельно в двух разных местах ну и еще здесь есть математики нет нет ни одного математика я хотел им им польстить пример а да был такое ну просто чарльз дарвин вынашивал идею этой книги лет 20 вот так что он в принципе был первым вот а и математикам я хотел немножко польстить потому что не вклидовая геометрия идея и описание ее пришли параллельно Лобачевскому Б.Е.Е. и Гауссу вот ну конечно хочется наверное порекомендовать вам книги вот какие я могу книги если вам интересен язык то книга Светлана Бурлак если вам теория мемов то можете аналогию Бориса Медникова и эгоистичный ген Ричарда Докинза вы чуть-чуть наверное льстите прям называй их философскими прям такие формирующие там хотя ну смотрите я могу ответить на этот вопрос у Ричарда Докинза лучше всего читать самые первые книги потому что они самые фундаментальные эгоистичные гены расширенный фенотип потому что это книги 76-82 года которые входят прям реально во все списки рекомендованной литературы для там в курсе теории эволюции в курсе вообще здравого смысла вот ну и и книги Бориса Михайловича Медникова тоже замечательные прочины аналогии я могу вам рекомендовать она есть реально практически везде в интернете очень приятна книга ну это какая-то новая такая не ну ну это что-то из более новой литературы мы как-то уже все-таки идем по классике по классике вот и ближе уже к концу нашей сегодняшней лекции я хотел с вами немножко обсудить влияние некоторых мемов которые играют довольно негативную роль в нашем социуме вообще для нашего вида потому что некоторые из них очень по-видимому плохие например многие наверное слышали утверждение что женщины глупее абсолютно здесь здесь есть приверженцы данной гипотезы хорошо что нет я бы сказал выйти из зала правильно ну кстати нет я приведу пример из пары статей смотрите это кривое распределение собственно интеллектуальных успехов приверженцы гипотезы о интеллектуальном преимуществе мужчин часто застряет свое внимание на вот в этом вот участке где оранжевым цветом собственно по краю это показаны мужчины зеленым женщин ну коричневый это совместная локализация на графике вот видите как явно преимущество однозначно можно сказать сказали бы приверженцы гипотезы но утверждение что мужчины умнее женщин настолько же справедливы насколько справедливо утверждение что мужчины глупее чем женщины потому что кривая нормального распределения имеет два плеча вот при этом кто не ну что я оптимус нет смотрите женщины да они находятся их кривая нормального распределения выше чем мужчин вот да вот просто возвращаясь к статье исследователи решили проанализировать ну мы же с вами обсуждаем насколько это влияет они проанализировали состав математических сборных на олимпиадах по математике и оказалось что наличие и количество женщин в команде очень хорошо коррелирует с показателем гендерного равенства в этих странах откуда собственно эти сборные по математике и приехали то есть вы можете увидеть что наша СССР Россия прям образцовая ну там здесь еще есть Соединенные Штаты Америки тоже так продвинутые а вот страны вроде Ирана Индии Турции они как-то вот сильно отстают в этом графике вы наверное спросите а сколько же у нас было женщин в математических сборных или никому не интересно вот мне например очень заинтересовали данные что у нас вот в промежутке самый конец 80-х в 90-е годы оказалось что у нас количество женщин в сборной было аж 13 из 60 это это один из самых крупных показателей здесь еще где-то здесь она есть нет нет здесь здесь ее нет есть была в этом графике еще и Сербия у которой тоже вдруг появилось 13 женщин но вообще в целом конечно количество женщин в сборной сильно меньше ну и собственно в России тоже оно к сожалению уменьшилось но за математические успехи женщин довольно хорошо их иллюстрирует то что доля кандидатских диссертаций ну их американского аналога PHD по математике доля у женщин неуклонно растет после Второй мировой войны ну здесь наверное провал как раз связан с военными годами вот но за последние 30-40 лет у нас уверенный рост и я хотел возвращаясь к тому слайду про наше нормальное распределение вот сказать вот одно дело если бы вот все вот эти вот люди которые находятся вот здесь вот вот если бы они друг с другом так вот беседовали я умнее там типа мужчина умнее ну они ведь не участвуют в этом обсуждении ну например люди такие как Марьям Мирзахани которая стала первым математиком женщины которая получила филцевскую премию и она стала первым иранцем иранским математиком которая получила филцевскую премию одновременно вот или Григорий Перельман чей мем по интернету до сих пор гуляет потому что человек остался в истории и в умах людей как человек который рассчитал поток ричи дифференциальные исчисления где частным случаем рассмотрел эту как его звать это за что ему хотели миллион долларов дать вылетел из головы ну 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 о да нет фирма нет не фирма слушайте нет нет давайте вспоминаем мем 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 ну 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 о панкаре молодцы где частным случаем он рассмотрел и доказал теорему панкаре частным случаем вот если бы вот эти люди обсуждали мужчину мне нет женщину я бы еще понял а так вот обычно обсуждают люди те которые вот в этом как-то графике в лучшем случае где-то посерединке вот я бы еще понял ну и в самом конце лекции я тут буквально пару дней назад смотрел статейку о о детях выяснили авторы этой работы где она там станет опубликована выяснили что дети пятилетнем возрасте вот девочки активно играют в интеллектуальные игры в пять лет прям чуть ли не больше чем мальчики очень активны а в шестилетнем возрасте резко падает прям резко падает при этом при этом в этом возрасте девочки начинают отдавать больше предпочтение играм на старание на терпение то есть до этого в принципе как бы особо отличий не было вот где-то лет в пять а потом вот в шесть когда уже начинает влияние социума и культуры усиливаться девочки начинают меньше заниматься любыми задачами которые становятся согласно стереотипу более мужскими вот ну и давайте в самом конце если кто забыл вообще о чем были предыдущие части мне графики на самом деле очень понравились и я как-то не задумывался что что в пять лет может быть отличие в большую сторону я как-то думал ну они приблизительно одинаковые а тут девочек больше а потом резко меньше ровно в шесть лет ну просто понимаете одно дело вести рассуждение другое дело найти работу которая это доказывает понимаете одно дело если бы я просто сказал вот короче гнобим гнобим с детсадовского возраста вот я рад ну просто у меня пока нет вот нет я я рад что вы собственно на своих детях провели наблюдение маленькую исследовательскую работу вот давайте с вами подытожим сделаем некоторые выводы головной мозг это вы и еще немножко больше понятно почему да потому что мы на самом деле всего не контролируем наше сознание оно же у нас очень медленно вот мозг стареет он к сожалению иногда стареет быстрее чем нам хотелось бы еще я об этом не так сильно на этот напор делал но тем не менее мозг решает задачи как можно быстрее вопрос лишь том удовлетворяет вас результат или нет потратите ли вы дополнительное время для того чтобы ускорить решение конкретного типа задач учением или нет мозг работает и развивается задолго до того как появляется собственное я у новорожденного ребенка уж тем более у эмприона полностью отсутствует его собственное я просто потому что у него в головном мозге нещадный апоптос и ни о каком сознании еще в этом возрасте речи пока не идет берегите свой мозг другого вас не вырастет ну и мозг может быть наполнен в принципе любой информацией собственно наша биологическая эволюция уступила дорогу культурной поэтому старайтесь правильно выбирать информацию которую наполняете свой мозг и разум ну в принципе все и я тут вам еще небольшую подборку книжечек которые почти все отечественные у меня тут еще Роман Чандран затесался у него просто прикольная книжка про синестезию про то что люди могут там видеть в числах цвета ну про такие смежные чувства вот остальные книжки отечественные у нас есть отечественные очень неплохие научно-популярные книги ну а так в принципе спасибо за внимание спасибо Валерий я думаю что можно перелистнуть обратно слайд кто не успел сфотографировать рекомендованную литературу пожалуйста хочу добавить как говорит наша любимая Татьяна Черниговская мозг не решит а тут ничего не выпадает так что фильтруйте информацию и пожалуйста вопросы начнем с молодого человека заднего ряда огромное спасибо за лекцию меня зовут Дмитрий у меня к вам два вопроса один более научный другой обывательский давайте начнем с обывательского вот по поводу мемов как раз потому что это была последняя секция я недавно задумался почему в целом я не хочу ни на что намекать но почему каннибализм это плохо имеется ввиду почему мы все знаем что каннибализм это плохо несмотря на то что лично меня этому родители не учили я задумался я честно говоря не проводил никакого исследования ну понятное дело говорю вопрос обывательский я сначала подумал что может быть потому что убивать это плохо но потом я поразмышлял но ведь каннибализм может быть не всегда связан с убийством человека себе подобным почему тогда это объясняло такую вот почему этот мем настолько популярен если выражаться этим языком вот это первый вопрос а второй по поводу вычисляемости мозга это вообще не по теме лекции просто хотел задать вопрос разбирающимся человеку многие люди вот ученые до сих пор пенрус например сопротивляется говорит что мозг человека никогда нельзя будет представить в виде машины даже в теории понятное дело что сейчас таких вычислительных способностей механизмов нет вот ваше мнение теоретически это возможно или нет большое еще раз спасибо за лекцию за подборку моделирование да именно моделирование то есть не создание конечно аналогично машины спасибо так с какого начальника ну давайте давайте по порядку во первых каннибализм это плохо это однозначно плохо потому что есть есть такая общечеловеческая мораль которая присуща всем людям на планете и исключения они скорее подчеркивают это правило потому что каннибализм всегда плохо есть в семье подобных в тех случаях когда каннибализм является примером это либо какой-то ритуальный то есть опять же это мем сам по себе информация о том что вот почему-то в конкретной ситуации в конкретном обряде это хорошо это поощряется это уже продукт культурной эволюции а с точки зрения биологии это будет плохо ну то есть исходно в принципе эти вот предшественники этих людей которые выработали эту культуру они в принципе считали всегда что это плохо то есть одно дело воевать например что мы можем видеть у шимпанзе то есть когда там группы там ожесточенные войны там набеги они в принципе они могут убить но это должно быть невероятно оправданно то есть в норме если нет этих чающих каких оправдующих точнее оправдующих условий это будет всегда плохо каннибализм что он есть если мертвый человек почему вредный его есть а вредный его есть это я знаю это попроще вопрос смотрите есть есть такие белки смотрите белки прионы вот которые приводят к тому что развиваются очень тяжелые заболевания от которого человек гимнет в принципе вот то что называется коровье бешенство вот слышали наверное настоящее коровье бешенство которое там в Великобритании было вот это вот оно это как раз прионная болезнь и все то же самое в принципе в определенной адаптации было и у людей и там у народов по-моему Юго-Восточной Азии у которых была прям такая прям выкашивала их потому что они как раз совершали те самые ритуальные поедания мозгов своих соплеменников почему-то вот у них так у них так сложилось что нужно съесть мозг своего родственника чтобы он попал в рай ну не знаю в их там адаптацию эту рай и таким образом заражался следующий 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 и пока там власти не стали там очень жестко карать за любое вскрытие могил и попытки съесть мозг это такая эпидемия продолжалась то есть это вопрос попроще а насчет моделирования мозга ну смотрите с одной стороны вообще любое моделирование мозга это вообще замечательно то есть данные по нейрофизиологии 30-х годов 20-х 30-х 40-х которые там выполнены на кальмарах на аксоне кальмара то что там в учебниках осело эти работы как раз и легли в основу тех самых математических моделей то что называется нейронные сети которые сейчас активно внедряются везде куда только можно обучить нейронно-математическую сеть это вот как раз это наследники тех самых достижений нейробиологии 20-х 30-х годов с тех пор мы узнали о мозге довольно много всего и моделирование всех возможных аспектов структуры мозга с точностью до конкретных синапсов свойств медиаторов и биохимии нейронов мне представляется невозможным по крайней мере вот как можно далеко взглянуть в будущее я себе не представляю чтобы наука и техника дошла до такого чтобы смоделировать все но любое более продвинутое моделирование оно всегда для техники принесет очень много всего полезного то есть нужно работать над моделированием и над описанием головного мозга вообще нервной системы но вот смоделировать и там ну как-то иногда знаете звучит тезис перенос сознания в компьютер во-первых сознание это эмержентное свойство нашего всего мозга вот и поэтому когда мы пытаемся перенести в фрагмент мы не можем перенести в фрагмент сознания потому что сознание это совокупность деятельности всего мозга в конкретный период времени вот поэтому нужно перенести либо все либо ничего ну собственно как работает нервная система вот как-то так я ответил еще один маленький вопросик есть у кого-нибудь и мы ну потому что уже время и мы закругляемся вот молодой человек был первый спасибо большое за лекцию а вот у меня вопрос насчет уровня интеллекта и эмоционального интеллекта он от чего больше зависит то есть от нейронных контактов или есть какие-то данные по этому поводу смотрите во-первых у нас данных не очень много в принципе вообще работа с человеческим материалом очень проблематично поэтому в принципе гипотеза основная теория упирается в количество связей вот чем у вас их больше тем в теории вы должны быть умнее и это не коррелирует допустим с размером мозга то есть возможно все знают примеры определенных деятелей науки которые продвигают идеи большого размера мозга но на самом деле вклад культурной эволюции таков что любые наши различия в биологическом критерии типа в размере мозга они быстро нивелируются и если у вас богатая информационная среда то ваш мозг даст вам такое количество связей и вы будете настолько продвинуты что каким бы более продвинутым исходно не был мозг конкурента вы у него просто всегда выигрываете спасибо а то есть это не передается по наследству то есть это только от факторов среды то есть от развития не 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 смотри вот если бы гипотетически у нас была бы выборка не там не раз два три пять десять мозгов а если бы у нас была выборка тысячи а в идеале там миллион человек чтобы мы могли ответить на вопрос про вклад среды наличие высшее образование наличие там допустим какого-то родителя со степенью математических наук там физмата и чтобы мы могли убрать все возможные компоненты чтобы мы могли собрать здоровенную статистику в теории безусловно должна быть корреляция размером мозга между количеством клеток но так как вот этих факторов которые как раз мы должны отбрасывать чтобы у нас эта корреляция вылезла их вклад гораздо выше чем одного только этого компонента мы будем топах безусловно presidente Продолжение следует...